атака ушудов женить по еле и д по-видимому он появился на свет в один из тех нелюбимых туркменами дней когда ветер со свистом сотрясал кибитки угрожая сорвать их и опрокинуть и потому его назвали ели что значит ветреный прозвище это соединили потом с именем отца да так и вписали в паспорт ели д нам неизвестно какой собой был бедняга и д а сын его ели до того был невзрачен и мал ростом что какую бы одежду не надел все болталось на нем как на мальчишке нарядившимся в отцовский костюм он то и дело подергивал рукава пиджака спадавшие до самых ногтей к тому же он был некрасив даже уродлив голова вытянута как дыня большой длинный нос торчал над лихо закрученными усами и мясистыми толстыми губами а глаза были до того малы что их почти и не было видно под густыми нависшими бровями но все это нисколько не мешало ели носить великолепную белую папаху и чувствовать себя настоящим красавцем но он не был глупцом нет он был и умен и хитер и стал бы дельным работником если бы не славился своим легкомыслием таким образом хотя имя ели ему дали совершенно случайно но она вполне соответствовала его характеру однажды вечером ели откинув тяжелые портьеры важно вошел в один из лучших ашхабадских ресторанов остановился на минуту окинут взглядом огромный зал с ярко горевшими люстрами посмотрел на шумные компании за белыми столами под пальмами на музыкантов усердно пиликов ших что-то на эстраде и также важно направился к еще не занятым столам самом центре зала за ним почтительно следовала его свита 15 друзей и приятелей молча величественным жестом ели оде приказал официантки сдвинуть два стола сел на почетное место и пригласил всех к столу официантка в легком белом фартуке белой кружевной повязки стягивавший пышные волосы с карандашом и блокнотом в руках почтительно склонилась к нему и ждала что он прикажет подать но или не торопился он шурился и смотрел по сторонам на веселые компании звеневшие бокалами ну или что мы закажем сказал плотный мужчина из его свиты большой любитель покушать ели заморгал своими маленькими поросячьими глазами да все что полагается прежде всего хорошего коньячку водочки ну и шашлык конечно а пока он жарится принесите что-нибудь что у вас есть готового что вы хотите друзья не стесняйтесь заказывайте сами кто что любит друзья ели оживились и наперебой стали заказывать самые разнообразные блюда и вина официантка едва успевала записывать через четверть часа когда оба сдвинутых стола были почти сплошь покрыты тарелками со всевозможными закусками и целой батареей бутылок плотный мужчина любитель покушать налил в бокалы прозрачный золотистый коньяк потом высоко поднял свой бокал и торжественно провозгласил тост за здоровье нашего или или ну что ты что ты не с этого надо было начинать нахмурясь и с притворной скромностью запротестовал или но все же звонко чокнулся со всеми и выпил за свое здоровье потом пили за здоровье всей компании и каждого в отдельности наконец все раскраснились залоснились засверкали глазами и началась веселая беседа эх друзья как бы там ни было подергивая рукава говорил ей ли а самое главное в жизни это счастье и если ты родился счастливым то будь ты хоть нищий а все-таки рано или поздно птица богатство и счастье спуститься с неба на твою голову конечно надо трудиться работать если ты будешь лежать никакое богатство не залетит к тебе как мошкара сове в рот ну а вот я например разве я не тружусь не работаю день и ночь честное слово глаз не смыкаю зайдите посмотрите на мой колхоз все в образцовом порядке а другие председатели лежебойки лентяи и ногтям и его не стоит и колхоз это у них еле дышит а их примируют почему то потому что это дело счастье часть захмелевших друзей или усердно поддакивала ему да да все дело счастье эти люди были из тех которым покажи цветок персика и скажи вот этот цветок инжира и они не станут спорить чтоб не обидеть друга а другие отлично знавшие что за председатель или только улыбались слушая его хвостовство наконец были такие которые улыбались и вместе с тем усердно поддакивали или да дело счастье часть это счастье продолжал или горячать все больше и больше а между нами говоря наши районные руководители плохо еще разбираются в людях честное слово ну что это последнее время чуть не каждую неделю вызывает меня в район отрывают от работы и ругают и за что же за то что будто ничего не делаю все взвалил на секретаря до членов правления обидно же это слушать я говорю да вы видели моего секретарешку и всех этих бородачей членов правления да разве они сделают что-нибудь если я не подстегну их и не укажу что надо делать это же лодыри нынче опять вызывали и опять же ругать ты неправильно распределяешь работы не так учитываешь труда дни это я то неправильно ну что с ними поделаешь и ругают и примирует все они в папа и понимаете до чего договорились будто бы мой колхоз это мой то новый аул уж чуть ли не образец отсталость и позорит весь район тут я не выдержал а так говорю тогда вы скажите это колхозникам пусть они выберут и посадят на моего места секретарешку или кого там хотят увидите какие у вас пойдут образцы вспомните еще или так они сразу притихли и на попятную нет зачем же тебя снимать ты можешь работать если захочешь ага думаю не так то просто вытолкать или за дверь вытолкаешь да потом уже не вернешь и другого или не найдешь поняли все таки а вот сахату счастье честное слово примировали ни за что ни про что и опять друзья или одни переглянулись и заулыбались лукаво а другие забормотали как попугаи да ни за что ни про что или чокнулся с ними выпил стакан вина и задумался но сейчас же вскинул голову и заговорил да друзья если ты родился счастливым так найдутся девушки райские перри они сложат перед тобой крылья и скажут я тебя слушаю что тебе угодно и они есть есть эти перри он улыбнулся широкой пьяной улыбкой и самодовольно погладил грозно торчащие усы я ведь влюбился братья мои и в кого настоящую райскую перри и она умирает от страсти ко мне если бы вы ее видели но у нее такой отец и такая мать жестокие люди мы с ней как зухрей такир а отец ее настоящий баба хай честное слово друзья весело засверкали глазами уставились на или и не знали что делать им хотелось смеяться но они боялись обидеть или но все думали то какая же эта дура умирает от страсти к такому красавцу к тому же он не молод ему уже за 40 а или крутил усы и говорил если дело пойдет на лад приглашу всех на свадьбу и на какую свадьбу какой во всем мире еще не бывало у меня широкая натура вот увидите только теперь буду умнее видите ли когда я раньше женился я на свадьбу резал всегда четное число баранов 4 6 8 от того то я и не уживался со своими женами пришлось с ними расстаться четное число видно к несчастью они четные числа 379 говорят священные числа вот я и зарежу теперь на свадьбу 7 баранов и буду самым счастливым мужем да да это хорошее число поддакивали ели его друзья хотя давно уже не верил ни в чёт ни в нечет но им хотелось под задорить ели и послушать его болтовню о красавице перри и вот всегда у меня так счастье вот она уж в руках а все-таки что-то мешает какой-то пустяк их если бы мне уломать этого старого баба хана ели облокотился на стол опустил голову на руки и трагически затряс головой да у тебя же весь колхоз в руках сказал один из них а ты горюешь неужели тебе нечем смягчить сердце этого баба хана ты же богатый человек и крякнул с досадой ели если бы он был один хуже всего то что есть еще и карачом маг я вот сейчас покажу вам и он стал шарить в кожаной сумке висевший у него на боку вы не думайте что я такой уж простак я очень бдительный человек со всеми то присматриваю вот как-то в правлении приходит письмо и кому же моей перри и я думаю это нельзя пропустить мимо рук распечатал конверт а в письме то еще и карточка этого негодяя карачом мага вот полюбуйтесь и прочитайте что пишет только одну минуту или надо полагать не был лишен благородства он вынул карандаш старательно зачеркнул письме имя девушки и подпись таинственного карачом мага и пустил по рукам письмо и карточку письмо не пошло дальше третьего человека а карточка быстро облетела всех а ели гневно вытащив глаза и весь напыжись говорил видите видите каков этот карачом маг а карачом маг на карточке вовсе не был похож на злодея красивый юноша в чине сержанта в пилотке сдвинутой на бок с двумя орденами на груди сидел в кресле и улыбался самой простодушной улыбкой ему было не больше двадцати трех лет и зубы у него были как бисер письме он писал моя любимая имя девушки ели так затер карандашом что его уж невозможно было разобрать если бы ты знала как я соскучился по тебе по родному селу сейчас весна и я так живо представляю как цветут сады и под твоим окном стоит молодая айва белокрупных цветах как невеста на полях народ у тебя тракторы чувствую я себя хорошо от ран моих остались только небольшие шрамы так что напрасно ты беспокоишься о моем здоровье я скоро демобилизуюсь приеду домой и наконец придет то счастье ради которого я проливал кровь на фронте и так хочется работать в родном селе рядом с тобой только вот пишут ребята что ели ваш задурил чего-то стал плохо работать и колхоз пошатнулся но ничего мы его возьмем в оборот народ у нас хороший трудолюбивый и никогда не допустит чтоб колхоз покатился под гору я в этом уверен с нетерпением жду дня когда увижу с тобой не забывай меня будь счастлива письмо это прочитали только двое самых любопытных а карточку посмотрели все а парень то видно хороший настоящий джигит сказал один из друзей или хорош джигит закричал ели и заерзал на стуле говорю тебе негодяй настоящий карачо маг собирает всякие сплетни про меня и строчит моей перри хочет чтобы она отвернулась от меня она плюет на него и на все эти сплетни и да он это писал еще весной сказал один из тех кто читал письмо а теперь уж лето смотри ели не зевай он может вот-вот приехать и отбить у тебя красавицу все-таки он моложе тебя и у него вон два ордена да пусть приезжает усмехнулся ели мы ему покажем и он энергично потряс кулаком конечно покажем заголосили хором уже сильно захмелевшие друзья или подумаешь какой сержантишка за твое счастье или дружно зазвенели бокалы все выпили и вы еще увидите мое счастье самодовольно улыбаясь сказал или приглашу всех на свадьбу и покажу вам девушку с лицом прекрасным как луна друзья пировали время шло троим уже надоело болтовня или и они незаметно ушли из ресторана но их места не остались пустыми их заняли другие завернувшие в ресторан выпить кружку пиво потом гремя стульями к шумной толпе веселой компании пересели от соседних столов какие-то пьяные совсем уж незнакомые люди а или всех радушно угощал и болтал без умолку наконец подошла официантка и сказала что ресторан закрывается и положила перед или счет сколько там спросил или ткнув пальцем в счет 975 рублей 34 копейки друзья или услышав эту цифру на минуту протрезвели заморгали глазами и стали рыться в карманах одни вынули по 50 рублей а другие по сотни а третье сделали вид что они совершенно пьяны и ничего не слышат вот или расплатись за нас говорили друзья протягивая деньги но или величественным жестом отстранил их руки и сказал сукоризны то что вы не туркмены что ли не знаете нашего обычая я вас пригласил я и плачу уберите свои гроши спрячьте поглубже в карман и вынув из кожаной сумки пачку денег перехваченную крест-накрест узкими полосками серой бумаги с надписью тысячи с величавой небрежностью протянул официантки вот вам в расчете да в расчете спасибо сказала то и стала убирать посуду со стола все встали и малорослый или сразу затерялся среди них как дремучим лесу так показалось официантки и она подумала и весь тос ноготок а богатый или протиснулся вперед и важно покачиваясь вышел из зала следом за ним шла его свита но не так уж почтительно и не так бодро как раньше в колхозе новый аул на самом краю мельницы стоял дом а за ним шелестел садик старика ханкули впрочем его не следовало бы называть стариком хотя ему и было уже по 60 но выглядел он молодцом высокий прямой с черными густыми бровями с пушистой уже начавшая сидеть бородой он казался значительно моложе своих лет и не утратил еще своей красоты зато жена его таджгуль хотя и было ей всего-то 45 лет уже увяла от забот и выглядела старше своего мужа ханкули не любил утруждать себя и устроился сторожем на мельнице а таджгуль усердно работала в поле а дом разводила шелковичных червей готовила обед ухаживала за скотиной все это конечно не молодило ее у них были сын и две дочери сын обзавелся семьей и отделился от них старшую дочь они давно уже выдали замуж осталось у них в доме одна младшая дочь бахар бахар вместе с матерью разводила шелковичных червей ткала ковры и они вдвоем зарабатывали гораздо больше чем ленивый ханкули ханкули надо сказать был очень скупой человек когда таджгуль и бахар сдавали коконы в городе или продавали ковры и привозили домой деньги шелк ситец на платье они должны были все и деньги и покупки сейчас же сдать ханкули для учета дохода и расходов такого уж закон был установлен он садился раскладывал перед собой деньги и покупки и начинал считать и если они потратили в городе полтора два рубля на мороженое или на два чайника зеленого чая в чайхане то поднимал такой крик как будто они промотали все его состояние в тот день когда ели оде пировал с друзьями в ресторане доме ханкули произошло такое событие рано утром бахары таджгуль аккуратно сложили в корзины голубоватые желтые первосортные коконы и надо сказать сложили их немалое количество так они умело и старательно выкармливали своих шелковичных червей потом они сняли со станка только что сотканный превосходный тыкинский ковер все это вынесли во двор положили на колхозный фургон и поехали в город к вечеру они вернулись из города с пустыми корзинами с и с мешком туго набитым шелком сырцом четырьмя кусками красной домотканной шелковой материи на платье и ситцевыми тканями с яркими пестрыми цветами руке таджгуль держала платок в котором были завязаны деньги обе вернулись усталые пыльные но очень довольны и даже веселые как только таджгуль переступила через порог дома муж сейчас же выхватил у нее из рук платок с деньгами и стал спрашивать почем сдали коконы сколько получили за ковер и сколько заплатили за материю при этом он проявил такую жадность и такую подозрительность что даже таджгуль это удивилась хотя давно уже привыкла к таким допросом когда жена сказала ему сколько они получили за коконы ханкули закричал то разве по такой цене сдают коконы а по какой же закричала и таджгуль сходи сам в город и спроси сходи до чего теперь ходить когда весовщик то вас наверняка обвесил а вы дурой поленились конечно пересчитать деньги дал вам кассир а вы и поверили завязали в платок он всех обсчитывает вот уж верно говорит пословица сказала таджгуль вору и развратнику кажется что все вокруг воры и развратники так это их анкули да что мы ослиться что ли с бахар и у нас ни глаз ни ума нет весовщик правильно свесил на наших глазах деньги кассир считал и я считала да никто не зарится на нашу копейку кому она нужна все своим трудом зарабатывают ханкули сел на кошму расстелил перед собой платок с деньгами нахмурился надул губы и поплевывая на пальцы стал считать и это занятие целиком поглотила его всего анкули сосчитал деньги и вдруг испуганно вытаращив глаза на жену закричал так как будто его обокрали а где же где же еще пять рублей куда ты их дело ай ханкули как тебе не стыдно сказала таджгуль если бы ты видел сколько народу собралось давать коконы мы ждали ждали своей очереди жара духота а тут рядом открылась новая чайхана мы с бахар выпили по чайнику чаю и сели по две выпечки потом дочке захотелось мороженого и она купила себе то вы что умерли бы без мороженого кричал ханкули чай то и дома могли бы напиться мотайте деньги зря а к чему это все накупили зачем эти шелка и сыцы ну а как же ханкули старалась успокоить его таджгуль дочка наша уже невеста сколько приходила сватов то а у нее нет ничего надо же ей одеться вот я завтра скрою и сошью ей шелковое платье ведь она это сама заработала своим трудом посмотрите 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 на них не унимался ханкули мать и дочка сговорились по дороге придумали себе оправдание тоже захотели в шелка наряжаться надо было покупать что-нибудь подешевле нечего зря мотать как это подешевле от души возмутилась таджгуль она давно уже мечтала увидеть в нарядном шелковом платье свою красавицу дочку мы то с тобой уже прожили свое на нас хоть мешок на день никто не удивится а у бахар молодое сердце бьется ей замуж пора ханкули весь передернулся как будто его хлестнули кнутом замуж да что ж я шелковое платье что ли замуж выдаю дочь выдаю кто собирается жениться не на ней а на платье тот пусть и к дверям не подходит он запер деньги в сундук сердито хлопнул крышкой и вышел из дома бахар слушала все это но по древнему обычаю не проронила ни слова хотя вся дрожала от гнева и только когда отец вышел она сказала матери когда же он наконец перестанет быть таким скрягой таджгуль горько усмехнулась и дочка он не перестанет скряжничать и не расстанется со своим сундуком пока его не сунут в могилу я никому не говорю зачем его позорить а сколько я от него вытерпела и она вытерла ладонью две крупные слезы покатившиеся по мощи нестым щекам да таджгуль никогда не жаловалась на мужа и всячески старалась скрыть от чужих людей его чрезмерную скупость но можно ли было скрыть то что каждую минуту бросалось все в глаза если у ханкули в тыквенной табакерке был жевательный табак он все равно тянул свои толстые пальцы к табакерке других людей а его табак высыхал терял свою силу и его приходилось выбрасывать соседи не раз говорили ему ну чего ты жадничаешь ханкули ведь у тебя денег полон сундук а ты живешь как дервиш не пьешь не ешь ходишь в каком-то старее или ты думаешь деньги пригодятся тебе в могиле чудак ешь пей одевайся живи как люди живут и что вы понимаете презрительно усмехался ханкули мудро жизни не ослиный помет ее надо понимать а потом от души смеялся над ними и говорил жене ты только посмотри на этих мудрецов они учат меня уму-разуму его единственный сын не вынес жадности отца и отделился а когда уходил на фронт строго сказал жене если тебе туго придется не чем будет кормить детей проси помощи у кого хочешь но только не у отца не ходи к нему он все равно и корки не даст слышишь умирать будешь а все-таки не ходи к счастью жена у него была работящая и ей никому не пришлось обращаться за помощью вот эта жадность ханкули и постоянные разлады и составили таджгуль раньше времени и больше всего она беспокоилась за судьбу своей младшей дочери бахар многие хорошие люди не раз присылали сватов но ханкули каждый раз говорил им и какая там свадьба когда война еще не кончилась и сын у нас на фронте вот вернется сын наладится жизнь тогда и будем говорить об этом а сейчас не время простодушная таджгуль сначала верила что он так и думает а потом когда уж и сын вернулся с фронта а муж все отказывал сватам под разными предлогами она поняла что он ждет когда за бахар посватается какой-нибудь выгодный человек или заведующий кооператив или кто-нибудь из районных властей он и в этом деле боялся продешевить но вот после того дня когда таджгуль и бахар ездили в город сдавать свои коконы ханкули все чаще и чаще стал забегать человек особой профессии если кому-нибудь понадобится пригласить в гости почтенного человека то зовут и поручает ему это дело и вот ханкули каждый день стал уходить куда-то и возвращаться домой поздним вечером наконец однажды в сумерке таджгуль увидела что колхозный сторож гонит во двор к ней семь баранов а за ним шагает верблюд нагруженный какой-то поклажей таджгуль удивилась что это значит зачем это он к нам гонит баранов а сторож молча загнал скотину в угол двора снял с верблюда и положил у порога дома два мешка с рисом масло в кувшинах и еще какие-то узлы и она догадалась что все это богатство прислал какой-то неведомый жених бахар для свадебного пиршества из дома вышел ханкули и вместе со сторожем торопливо перетащил мешки в дом проводив его запер ворота и сказал жене я нашел бахар жениха лучше и быть не может правда он любит выпить но это ничего не нам с тобой отвечать на том свести за его грехи зато богатый и нам от него большая будет выгода только пока никому не говори об этом а то набежит народ угощай всех завтра зарежем двух баранов придет кое-кто ты одна то не справишься возьми себе двух помощниц и я позову кого-нибудь себе на помощь вот тут в платке наряды всякие отдай бахар пускай принарядится видишь какой жених то щедрый ничего не жалей для нашей дочери сжилось заныло сердце тачкуль она не очень то верила что ханкули нашел для бахар хорошего жениха она знала что им руководила при этом не любовь к дочери а одна только жадность но она ни слова не сказала мужу и отдала узел с подарками бахар которая как раз в это время вернулась с работы девушка удивилась но и нахмурилась и не заплакала чего с болью в сердце ожидала тачкуль а наоборот очень весело зажгла лампу развязала узел и стала примерять дорогое шелковое платье красное как знамя крутясь перед зеркалом она одернула платье поправила шнуры у воротника надела на голову сшитую серебром стюбетейку на пальцы золотые кольца навесила под самую шею большую брошь из позолоченного серебра с красными дорогими каменями перекинула кусты черные косы на грудь и лукаво заиграла глазами засверкала как жемчугом белыми зубами ах бахар с восторгом и умилением сказала мать покачивая головой ты в самом деле бахар расцвела как яблоня будь счастлива моя милая на другой день рано утром тачкуль видела как дочь опять крутилась перед зеркалом в новом платье а потом почему-то порывисто сдернула с себя и бросила в угол тачкуль не обратила на это внимание потому что была очень озабочена она и ханкули еще на рассвете тайком от людей позвали себе помощников зарезали двух баранов и готовили теперь шашлыки и плов пекли хлеб кипятили чай для всадников и молодых женщин которые должны были приехать за невестой они с головой ушли в эти хлопоты а время шло солнце поднялось уже на высоту птичьего полета ханкули и тачкуль приоделись то и дело посматривая за ворота на улицу не едут ли всадники но их все еще не было видно и это уже начинало беспокоить тачкуль что же это такое давно все готово а они почему-то не едут недоумевала она о что ты понимаешь сказал ханкули они ждут гостей из района а может быть даже из ашхабада нельзя же без них и в самом деле в это время по улице поднимая пыль проехала потрепанная легковая машина в которой сидели какие-то незнакомые городские люди ну вот я тебе говорил почесывая бороду сказал ханкули сейчас приедут тачкуль заволновалась и побежала в дом чтобы предупредить бахар но переступив порог она вдруг застыла в недоумении свадебное платье тюбетейка и драгоценные украшения беспорядки валялись в углу а девушки не было ой дико закричала тачкуль хватаясь за голову эта бесстыдница сбежала она опозорила нас на весь свет да что ты дура лодку дерешь закричал ханкули куда она могла сбежать наверное побежала на минутку к невесте да как не сбежала ты посмотри только она ничего не надела все побросала ханкули заглянул в дом и нахмурясь затеребил серую бороду и давно ее нет да не знаю не видела как она прошмыгнула утром она надевала платье и вот оно тут а ее нет эх старая дура тебе бы верблюдов пасти а не дочь растить ханкули разросился было страшной бранью но вдруг посмотрел на ворота и замолк приосанился и закашлял в ладонь во двор вошел секретарь правления колхоза и двое незнакомых городских людей один из них толстый в очках с портфелем вежливо поздоровался с ханкули хозяин засуетился добро пожаловать заходите заходите в дом эй жена постели-ка скорее ковер во двор въехал колхозный фургон на котором сидел конюх махмуд и остановился возле дома ой бахар подумала таджгуль торопливо растилая ковер вот уже гости пришли где ж теперь ее искать нет сказал человек в очках не беспокойтесь мы на минутку по делу это вы ханкули байрам углы ханкули беспокойно кашлянул ладонь и сказал да я ханкули так вот мы из прокуратуры скажите пожалуйста председатель колхоза ели еде углы вчера вечером присылал вам баранов и кое-какие вещи человек в очках открыл портфель вынул бумажку и стал перечислять семь баранов пять пудов рису пять пудов муки полпуда топленого масла три пуда кунжутного масла правильно да как будто так подтвердил ханкули и поперхнувшись опять закашлял видите ли все так же спокойно и вежливо продолжал человек в очках все это принадлежит колхозу а вовсе не ели еде он украл это самым бессовестным образом как украл удивился ханкули он же мне сказал что все это его он сам заработал как же так а так он не только это украл он присвоил себе немало того что должен был раздать колхозникам по труда дням он конечно ответит за это а сейчас разрешите взять все что он прислал вам да берите берите замахал руками ханкули перепугавшись как бы и его не притянули к ответу на что мне ворованное только я ничего этого не знал честное слово и вместе с конихом стал складывать в фургон все дары щедрого ели еде таджгуль вормоча себе под нос ах боже мой какой позор тоже поспешно связала в платок шелковое платье тюбетейку сшитую серебром дорогие украшения и сунула в фургон затем все сели на повозку и поехали а конюх следом за ними погнал пять баранов а где еще два барана друг строго спросил человек в очках да вот они в казанах все еще целы хотел сказать ханкули да постыдился и только виновата почесал переносицу так я вас ханкули ага попрошу сейчас же следом за нами прийти в правление колхоза и ханкули паник сутулился и уныло побрел за ворота таджгуль стояла у порога смотрела ему в спину и дрожала от страха как в легкорадке ханкули и и и и и и и вернулся уже после обеда сильно расстроены ну как ханкули робко спросила таджгуль все ли благополучно эх махнул рукой ханкули я всегда говорил все эти моты подлецы и негодяи кто не бережет копейку обязательно сядет за решетку хорошо что я еще выпутался ну слава богу с глубоким вдохом облегчения сказала таджгуль но где же бахар куда она делась э бахар бахар твоя замуж вышла закричал ханкули как замуж всплеснула руками таджгуль что ты болтаешь как же так ни отцу ни матери ничего не сказала теперь не сказывают сами замуж выходит да за кого что же да за этого сына ахмамеда мурада что недавно из армии вернулся о вдруг просветлела таджгуль ну что ж это хорошо он хороший человек хороший заворчал ханкули а я из-за него чуть не сел за решетку вместе с этим негодяем ели ведь это он и бахар все подстроили как он как они ничего не понимаю заволновалась таджгуль очень просто поехали нынче утром в район и рассказали все про ели прокурору а заодно и расписались там в районе ну что же теперь с этими казанами делать наварили без толку ханкули уставился на казаны жирным пловом и задумчиво почесал затылок хуже всего то что своих двух баранов придется отдать в колхоз вот что сделал с нами этот негодяй ели ну что ж и отдай сказала таджгуль а что наварили не пропадет даже и хорошо что наварили ведь надо справить свадьбу бахар справить закричал ханкули я что ли буду справлять своими баранами жених должен справлять о да он отдаст он не поскупится он любит бахар я то уж знаю он и стадо баранов для нее не пожалеет ну разве он такой удивился ханкули тогда я сейчас отведу двух баранов правление он вошел в хлев долго присматривался к животным и наконец выбрал двух самых тощих и погнал за ворота